Ребят, всем привет! Максим, компания Кирафта. По розыгрышу Марка. Ребят, мы же Марк-то все хотим вам разыграть, отдать его. Планируем через несколько месяцев это уже сделать. У меня сразу обращение к вам, те, кто смотрят, те, кто стали финалистами, те, кто не стали еще финалистами. Вот этот вот ролик, это единственный ролик, под которым можно оставлять комментарии. Другие ролики мы уже всех отобрали под другими роликами финалистов. Поэтому, пожалуйста, комментарии с 5 последних цифр вашего телефона и будут новые финалисты. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время. Этот ролик выходит сегодня в четверг и завтра уже, завтра, ребята, в пятницу прямой эфир. И мы, соответственно, уже отбираем еще новых финалистов. Даже если Лиза Онэйр, система, которая выбирает комментарии, даже если система выберет снова кого-нибудь из финалистов, вторым финалистом станет, то мы его два раза в бочоночек кинем и, соответственно, разыграем. Вот, Марк 2, наш любимый Марк 2. Все стоит, ребят, ржавеет. Надо уже его скорее отдать, потому что затянулось. То у нас тяжелые времена были, то у нас потом еще тяжелее времена были. И, соответственно, что? Соответственно, мы затянули просто этот розыгрыш, да? Ну и хотим вам все-таки этот Марк, естественно, отдать. И тот, кто его получит, я думаю, что будет просто невероятно счастлив. Я надеюсь, получит человек, который реально нуждается в автомобиле, который реально на нем будет ездить, а не тот, который там возьмет и его продаст. Ну, Марк, ну он в хорошем реальном состоянии. Да, там есть, конечно же, недочеты. Мы эти недочеты сейчас в ближайшее время будем устранять. Но, но, но Марк, он и в Африке Марк, ребят. Ребят, пока чищу ваш Марк, расскажу вам следующее. Есть некоторое количество финалистов, которые не объявились. Мы в бочонок их кидать не будем. Ну, сами понимаете. А если выиграет Марк человек, который не объявился? Он так-то не объявился? Вот, оно, соответственно, ну где, кого искать? Кому Марк отдали? Я, конечно, может быть, где-то там, как какой-нибудь коммерс должен был быть бы и рад, да? Что машина у нас останется, типа того. Да, она просто стоит, реально. Мы хотим ее разыграть и поверьте мне, что я не из тех людей, которые будут там мутить, что-то крутить, чтобы машина у нас осталась. Да нет, конечно же. Я просто реально хочу разыграть этот Марк, хочу, чтобы его получил. Ну, кто-нибудь уже, скорее же, получил. Вот, поэтому, пожалуйста, я уже связался со всеми финалистами, которые были. Мне очень понравились люди, которые стали финалистами, пропустили какое-то количество роликов, где они стали финалистами и продолжали после этого еще писать комментарии, не зная, что они финалисты. Здесь у нас, кстати, от наклейки краска осталась, но мы ее там как-нибудь уберем. Вот, поэтому есть даже такие люди, которые реально стали финалистами, они про это не знали и продолжали писать комментарии. Представляете, да, насколько это интересно, так скажем, выразимся. Вот, ну, соответственно, кому-то вот так вот везет. Вот, пишите, пожалуйста, комментарии. Вот, ну, там, не знаю, спамом, конечно, не занимайтесь. Наверное, YouTube это не воспринимает как хорошо. Вот, я вообще думаю, что вот этот вот конкурс по Марку, это как бы YouTube, наверное, как спам воспринимает, да, и это не очень хорошо сказывается, в принципе, вообще на развитии канала. Вот, на контенте там и так далее. Вот, хотя, если говорить о развитии канала, мы, конечно, можем являться каким-то новостным пабликом, но, ну, просто вот мы возим машины, мы же одни и те же машины возим, а сейчас еще и меньше. Гибридные не возим, машины с большими объемами не возим. Вот, соответственно, уже даже по факту ты, ну, просто не знаешь, что показать. Да, мы можем какие-то новости регулярно рассказывать. Ну, новости регулярно какие? Про левый руль, что ли? А так-то мы занимаемся практически всегда правым рулем. Вот, поэтому здесь ситуация вот такая вот. Ну, а по Марку, ребят, в ближайшее время мы будем уже проводить розыгрыш. Будьте на связи, будут еще выходить некоторое количество роликов по поводу розыгрыша. Вот, под ними можно комментарии ставить. По другими роликами уже как бы все, уже под всеми роликами мы выбрали финалиста, все сделали. Люди давно писали там в 22-м году комментарии и стали финалистами. Это круто. Вот, поэтому потихоньку, помаленьку все сделаем. В течение нескольких месяцев уже вот-вот Марка мы с вами разыграем. И кто-то его заберет, дай бог. Ну, а на сегодня вот такой вот коротенький ролик. Берегите себя, не болейте. Ребят, я три недели почти что болел, я просто замучился. У меня болело и горло, и живот, и температура, и голова, и легкие, и вот эти сопли. И все, что только не было. Если честно, ну, наверное, ковид был какой-нибудь, вот там, говорят, какой-то другой еще ковид был. Вот, не знаю, болел я им или нет, но вот то, что сейчас было, я никогда еще не болел. Даже ковидом, когда я болел первым, он не такой был долгий, не такой нудный, вот как вот это вот то, что сейчас было. Потому что я планирую ролик снимать, я болею, я не могу ничего сделать. Я планирую, все, думаешь, уже выздоровел, бах, горло. Опять, то ли не температуры нет, голова болит, ну как, что снимать, что делать, надо лечиться опять лежать. Короче, чуть ли в инвалида дома не превратился, уже от лежки, уже спина болит лежать. Ну, выздоровел потихонечку, вот, поэтому взялись сейчас за Марк и продолжаем снимать. Не забывайте, пожалуйста, завтра прямой эфир. В прямом эфире мы будем разыгрывать, отбирать еще одного финалиста. Вот, Марк не разыгран для тех, а кто выиграл Марку, такие вопросы задают. Ребят, Марк еще никто не выиграл. Будет розыгрыш, будут все, кто под роликами, под каждым роликом из Марка выбраны. В бочоночек крутанем, выберем и поздравляем. Но, но, сейчас можете писать там комментарии и так далее, да, чтобы Лиза Онэйр, ну, повысить свои шансы попасть в число финалистов по розыгрышу Марка. Вот, как бы, вот так вот. Ну, все, ребят, берегите себя, не болейте. Всем пока.